Всем привет! В этом видео я расскажу о грядущей распродаже на Алиэкспресс 11.11. Многие, не безосновательно, считают подобные распродажи фейковыми, потому как на них действительно присутствует много обманных скидок. Но, друзья, кто бы чего плохого не говорил, о реальной скидке тут тоже есть. Кто ищет, тот всегда найдет. И так как я хорошо ориентируюсь в рынке смартфонов по виду своей деятельности, я решил сделать для вас подборку самых актуальных и выгодных предложений покупки. В общем, усаживайтесь под удобней, потому как список у меня получился немаленький. Сильно углубляться в систему получения различных купонок и монеток я не буду. Для этого есть отдельная страница на Алиэкспресс. Просто по возможности собирайте различные спецкупоны от Алиэкспресс, заходите в магазины, где планируете делать покупки, и получайте купоны непосредственно от продавцов. Но не забывайте про монетки, которые также можно будет в случае чего обменять на различные спецкупоны. Все это понемногу поможет вам дополнительно сэкономить. Но теперь давайте перейдем непосредственно к нашей подборке смартфонов. Итак, начнем по возрастанию. От самых бюджетных вариантов к самым дорогим. Значит, первый на очереди у нас Meizu C9. Стоит он будет 45 долларов. Как бы сейчас цена на него достаточно хорошая, 52 доллара. Ну, как бы для 45 долларов 2 гигабайта оперативной, 16 гигабайт постоянной памяти. Достаточно у него новое соотношение сторон, то есть не 16-9, а 18-9. То есть такой вот более трендовый экран, можно так сказать. Батареи на 3000 мАч, прошу прощения. Вот, среди недостатков я бы выделил то, что смартфон у нас, к сожалению, не поддерживает 7 и 20 бенда в 4G сетях. То есть 4G здесь будет, к сожалению, поддерживаться неполноценно. Ну, и как бы процессор тут такой Spreadtrum SC9832. То есть он такого вот бюджетного типа. Но опять-таки, если говорить за такой вот ультрабюджетный сегмент, это нормальный процессор. То есть для таких вот простых задач, типа Viber, Skype, я не знаю, там, ВКонтакте, YouTube, его, в принципе, будет хватать. То есть, а больше, в принципе, для этого ценового сегмента ему выполнить и не нужно. То есть, в принципе, нормально. Нормально для этой цены, это классный вариант. Далее идет на очереди у нас Realme C2. Делал на него обзор, несравнительный обзор. Достаточно неплохой смартфон. 70 долларов будет стоить. Это хорошая цена. 2 ГБ оперативной, 16 ГБ встроенной памяти. 4000 мАч батарея. Достаточно неплохая у него камера. Helio P22 тоже себя проявляет, в принципе, достаточно неплохо. У него две наносимые microSD карточку в него можно поставить. То есть, в принципе, все в смартфоне сбалансировано достаточно хорошо. И есть поддержка всех необходимых бэндов и 4GC. То есть, в принципе, 70 долларов это тоже хорошая цена. Следующий на очереди у нас идет смартфон Redmi 7A. То есть, это уже проверенный смартфон. Здесь у нас процессор Snapdragon 439, немножко помощнее. Естественно, 2 ГБ оперативной, 16 ГБ встроенной памяти. 4000 мАч батарея. Стоит он будет 63 доллара. 64 доллара. Классная цена. Ну, это с применением различных спецкупонов. То есть, видите, 73 без купонов, с различными спецкупонами, там, от продавца, от Алиэкспресс. Получаем цену в 64 доллара. То есть, вот вам спецкупоны делают свое дело. То есть, емкий аккумулятор, нормальный процессор. Для минимальных задач этого смартфона тоже вполне будет хватать. То есть, цена в 63 доллара. Это классная цена. Обычно он там стоил в районе 85 долларов. Далее идет на очереди у нас вот нашел интересный смартфон от Motorola. Тут, конечно, этот смартфон у нас, к сожалению, не в глобальной версии. То есть, опять-таки, здесь не будет поддержки у нас с 7 и 20 бэнда в 4G сетях. Точнее, вот 7 есть, 20 бэнда, к сожалению, нет. Но смартфон у нас, насколько я знаю, имеет металлический корпус. Есть в нем NFC. Но, опять-таки, NFC тут такой вот неполноценный. То есть, здесь будет, ну, Google Pay, не знаю, может и будет работать. Но, мне кажется, что нет. То есть, обычно это в таких вот версиях через Google Pay не работает. Односторонние банки работают без проблем. Стоит он будет в районе 70 долларов со спецкупонами. Без купонов 78 долларов. В принципе, 4.64 оперативной постоянной памяти. Это классная цена за 70 долларов. То есть, я не знаю, я думаю, вполне возможно, я его закажу. То есть, в принципе, для не 70 долларов это реально выгодное предложение. А так, дальше. Следующий на очереди Meizu M8. Значит, я его, кстати, уже заказал. Ну, я раньше его заказал за 85 долларов. Тоже будет цена 85 с различными спецкупонами. Он будет стоить 78 долларов. Я вам так скажу. За 4.64 оперативной постоянной памяти. За достаточно неплохой процессор Helio P22. И смартфон у нас имеет металлический корпус. Друзья, я когда получил этот смартфон, я взял его в руки и думаю, ядрите колотить. Классный аппарат. Реально классный смартфон. То есть, за эту стоимость, это предложение очень выгодное. То есть, для тех, кто любит компактные смартфоны, данный вариант будет очень кстати. 77 долларов с спецкупонами. Это классная цена. Следующий на очереди новинка у нас Xiaomi Redmi 8A. Вот, уже ко мне приехал. Буду делать на него обзор. Постараюсь до 11.11 сделать. Значит, чем смартфон примечательный? Тем, что он имеет емкий аккумулятор на 5000 мАч. 2 ГБ оперативной. 32 встроенной памяти. Значит, Snapdragon 439 такой, как и в Redmi 7A. Вот, если сравнивать его с Redmi 7A, давайте я вам сразу продемонстрирую. То есть, 7A это у нас такой вот компакт. Я бы так сказал, те, кто любит такие вот более компактные смартфоны. 8A это такой вот стандартный смартфон. То есть, габариты у него, конечно, будут побольше. А так, в остальном, в принципе, смартфоны, наверное, по автономности будут себя проявлять одинаково. Как бы, ну, может быть, наверное, это немножко побольше. Потому как 4000 мАч против 5. Как бы, мне кажется, все-таки 5 будет с этой диагональю держать все-таки получше. Ну, как бы, а так, в остальном, в принципе, я думаю, смартфоны будут идентичные. Но, опять-таки, тут 2.32, то есть, в принципе, если вы хотите такие вот смартфоны с большей диагональю и такой вот проверенный бренд Xiaomi, тоже можно рассматривать данный вариант покупки. Следующий на очереди смартфон Redmi 7A. Тут у нас 3.32 оперативной постоянной памяти. Snapdragon 632, немножко помощнее, чем 439. Но, опять-таки, разница будет такая вот минимальная. В стандартных задачах вы ее не заметите. 4000 мАч батарея, 90 долларов будет стоить. Но, опять-таки, напоминаю, здесь у нас, к сожалению, глобальная прошивка, не глобальная версия. А это значит, что смартфон у нас не имеет поддержки 20-го бэнда. 7-й еще есть, но 20-го бэнда, к сожалению, тут нет. То есть, 4G, если у вас работает на 20-м бэнде, работать у вас, к сожалению, не будет. Если, как бы, на 7-м и 3-м, как вот в Украине, там 20-й бэнд не нужен, то можно смело брать данный вариант покупки. 90 долларов, классная цена, это действительно выгодно к покупке, то есть, брать можно. Так, дальше, Redmi 8. Если хотите взять более новый смартфон, точнее, вот видите, глобальная версия, новинка, то здесь у нас будет поддержка всех необходимых бэндов. Процессор тут, конечно, будет немножко послабее, 439-й, 632-й будет немножко мощнее. Но здесь будет более емкий аккумулятор, более такой вот красивый дизайн смартфона, я бы так вот сказал. Ну, а так, емкий аккумулятор у нас здесь на 5000 мАч. То есть, в принципе, немножко он лучше Redmi 7-го в плане автономности и, как бы, внешнего вида. Но он немножко проигрывает по производительности, потому что процессор будет немножко слабее. Но, опять-таки, эта разница в процессоре будет видна только в каких-то таких вот задачах, где на грани они будут балансировать. То есть, в принципе, разница не столь значительна. 96 долларов, хорошая цена. Я его покупал, по-моему, за 110 или 115. Ну, как бы, да, выгодный смартфон покупки. То есть, тоже рассматривать покупки однозначно можно. Далее, Meizu 15 Lite. 95 долларов с различными спецкупонами. Действительно классный смартфон. То есть, это для тех, кто любит именно такой вот элегантный внешний вид. 4,64 оперативной постоянной памяти. Металлический корпус. Отличные габариты. То есть, смартфон в руке лежит как плитой. То есть, сразу могу сказать, у него такие тоненькие рамки по краям. То есть, смартфон действительно выгодный, интересный. У меня у Кумы такой смартфон, и она довольна данным аппаратом. Поддерживает все необходимые бенды. То есть, ну, за 95 долларов. Это классная цена. То есть, хороший процессор Snapdragon 626. Не особо демкий аккумулятор на 3000 мАч. Но если вы не активный пользователь, в принципе, вам на день его будет хватать. То есть, в принципе, вариант действительно стоящий. Для тех, кто любит компактные смартфоны и такие вот стильные данные варианты, тоже могу рекомендовать смело. Следующий на очереди смартфон Redmi, точнее Redmi Meizu Note 8. 98 долларов его цена будет. Неплохой процессор Snapdragon 632. 4,64 оперативной постоянной памяти. Металлический корпус. Соотношение сторон 18 к 9. Емкий аккумулятор на 4000 мАч. Или 3600, я уже не помню. Да, 3600. Ну, в принципе, все в смартфоне сбалансировано достаточно неплохо. 97 долларов. Если вам нужен такой вот металлический смартфон с хорошим запасом памяти, то данный вариант к покупке тоже рассматривать можно. Далее, Meizu X8. Данный аппарат славится тем, что он имеет мощный процессор Snapdragon 710. То есть, это реально классный процессор. 4,64 оперативной постоянной памяти. Металлическая у него каркас-основа. Но вот задняя крышка, к сожалению, у нас здесь выполнена из пластика. Хорошая камера у него. Из недостатков я бы выделил, наверное, то, что у смартфона, к сожалению, нет поддержки стабилизации при видеосъемке. А так, в остальном, камеры хорошие. Хорошая у него автономность. 3200 мАч. В принципе, нормальная для такого стандартного использования. Достаточно будет. Хороший внешний вид. То есть, тоже аппарат к покупке можно рекомендовать смело. И у него и такая вот самая элегантная монобровь. Вот чем он запомнился. То, что монобровь здесь реализована очень даже хорошо. 120 долларов. Ну, 119 для 710 Snapdragon. Это, друзья, реально топ. То есть, данный вариант к покупке тоже рассматривать можно смело. Следующий на очереди. Xiaomi Redmi Note 8. Глобальная версия. Будет он стоить 123 доллара за версию 332. Тоже классный ценник. Реально выгоден к покупке. А тут у нас 665 Snapdragon. 48 мегапикселей камеры. Широкоугольный объектив есть. Макро объектив. В общем, ну, тоже хороший смартфон. Хороший смартфон. То есть, для этой цены в 136 долларов этот вариант заслуживает внимания. То есть, поддержка всех необходимых бендов у него есть. Все в порядке, стильно, классно фотографирует. То есть, ну, смартфон за эту цену реально топ. Реально топ. Так, дальше у нас на очереди идет Mi A3. Тут у нас уже AMOLED-экран. Более такие вот компактные габариты. То есть, кто любит такие вот более... Меньшие габариты данный вариант в покупке рассматривать можно. Стоит он будет 125 долларов. Для версии 464 это тоже хорошая цена. Такой же у него процессор Snapdragon 665, как и в Redmi Note 8. А тоже тройная связка камер у него. Ну, красиво внешне выглядит смартфон. Немного из недостатков я бы выделил то, что у него слабое разрешение HD+. Но зато у него AMOLED-экран. То есть, есть вот такие вот версии, кто любит именно AMOLED-экран. Для этого экрана, в принципе, для AMOLED-экрана, для сканера встроенного пальцев в экран, тоже хорошая цена 125 долларов. Тоже, я считаю, хороший вариант покупки. Помню, я покупал его, по-моему, за 225 долларов на старте продаж. То есть, ну, почти 100 долларов цена просела. То есть, ну, класс, класс цена. Следующий вариант к покупке этого Xiaomi Mi Max 3. Не мог не обойти данный аппарат в своем топе. Почему? Потому как, ну, считаю его выгодным предложением. Тут у нас, смотрите, глобальная прошивка установлена. То есть, многих это может отпугнуть. Но, друзья, в Mi Max 3 в глобальной прошивке, то есть, в китайской версии смартфона, 20-й бэнд поддерживается. То есть, не переживайте, можете смело брать. То есть, здесь у нас глобальная прошивка, ну, как бы китайский смартфон, но с поддержкой 20-го бэнда. Металлический корпус. Для тех, кто любит именно такие вот большие смартфоны, то есть, здесь у нас диагональ большая, там, в 6,7, ну, в 6,9 дюймов, то есть, почти 7-дюймовый смартфон. То есть, те, кто любит, там, читать на смартфоне, смотреть фильмы, играть. Ну, данный вариант покупки тоже смело можно рассматривать. То есть, здесь у нас за 150 долларов он будет продаваться. В версии у нас 4,64 стоит 150, в версии 6,28 немножко будет дороже, стоит там, в районе 180 долларов. Ну, в любом случае, как бы, тоже, те, кто любит большие смартфоны, любят читать книги всякие, то тоже этот вариант покупки рассматривать, безусловно, можно. Следующий вариант, это у нас Meizu 16, значит, ну, либо 16X его называют. Цельнометрический корпус. 710 Snapdragon. Хорошая связка камер. У него одна из лучших камер в этом ценовом сегменте, могу с уверенностью говорить. Оптическая стабилизация у него есть при видеосъемке, это тоже, безусловно, положительный аспект. В общем, AMOLED-экран качественный, сканер в экране, ну, классная эргономика, опять-таки. Meizu всегда славились с такой вот хорошей эргономикой. Внешний вид дизайну смартфона, безусловно, тоже впечатляет. В общем, смартфон тоже интересный. К покупке можно рассматривать смело. Да, конечно, тут не особо емкий аккумулятор, на 3100 мАч. Но, в целом, если вы не сильно активно пользуетесь смартфоном, на день его будет хватать, а это самое главное. То есть, в принципе, автономность у него не провальная. Следующий на очереди у нас Realme 3 Pro, на 4.64 оперативной постоянной памяти, 710 Snapdragon. И здесь он будет стоить, видите, 10 тысяч рублей, либо 166 долларов. Ну, почти 11 тысяч рублей. Для 4.64 оперативной постоянной памяти, для 710 Snapdragon. И для того, что это у нас смартфон продается на T-Mall, а это значит, что тут у нас будет быстрая доставка и годовая гарантия уже включена в стоимости данного смартфона, это тоже как бы хорошо. То есть, это все класс. То есть, здесь те, кто не хотят освобождать, данный вариант к покупке тоже рассматривать можно без проблем. Смартфон интересный. Следующий на очереди у нас Realme 5 Pro. Должен ко мне приехать этот смартфон в скором времени. Постараюсь сделать на него обзор. Значит, чем данный аппарат привлекателен? 712 Snapdragon, хорошим емким аккумулятором на 4000 мАч, камерой на 48 Мп. То есть, по сути, он является конкурентом такого смартфона, как Redmi Note 8. И этот вариант тоже за 180 долларов, только за версию 4.64, как по мне, тоже интересен. То есть, интересен. И, в общем, смартфон реально тоже заслуживает вашего внимания. Следующий на очереди у нас смартфон Redmi Note 8 Pro. Отличный топовый смартфон. Нисколько не пожалел, что оставил его своей жене. Вот делал мега-обзор. Мне он реально очень нравится. Стоит ему будет 173 доллара с различными спецкупонами. Хороший у него процессор. Очень многие хейтят Helio G9010. Но, на самом деле, друзья, я не знаю, хейтят его те, кто на самом деле не пользовался им толком. То есть, я этот смартфон тестировал в различных программах. И в жизни вот он. Классный процессор. Классный. Мы в PUBG играем чуть ли не каждый вечер. Ничего он там не тротвенно отлично себя ведет. То есть, ни разу никаких глюков смартфон не поймал. Просто топовая камера у него. То есть, ну, я реально этим смартфоном реально очень и очень доволен. И мне, безусловно, нравится то, что у него сканер сзади. То есть, я привык к сканеру сзади. Мне кажется, это такое вот правильное решение. Капелька у него эстетичная. Хорошая диагональ. То есть, смартфон реально годный. Реально годный. И к покупке можно рассматривать его смело. То есть, никаких таких вот видимых недостатков в нем нет. И за эту цену это реально топ. Следующий на очереди у нас Xiaomi Mi 9 Lite. Для тех, кто не любит процессоры от Mediatek и боится, пожалуйста, вот вам Mi 9 Lite. В принципе, тоже равнозначный по характеристикам данный аппарат. Хорошая у него камера, конечно, не такая, как на Redmi Note 8 Pro хорошая. Но в любом случае, тут у нас немножко такой вот более стабильный процессор 710. Если вы играете в танки, то, пожалуйста, этот смартфон вам, конечно, больше подойдет. Тут у нас также примечательный смартфон тем, что он имеет AMOLED-экрана, Full HD+, разрешение, сканер в экране. То есть, ну, и NFC, кстати. NFC, как и в Redmi Note 8 Pro. И здесь у нас есть NFC. А для многих это тоже существенный плюс при выборе смартфона. Далее. Следующий на очереди у нас хит продаж Xiaomi Mi 9T. Вот в последнем мега-обзоре очень многие голосуют именно за этот смартфон. То есть, он популярностью пользуется нереальной. А стоимость его будет составлять 220 долларов. Тоже хорошая цена. А тут у нас AMOLED-экран. Есть NFC. У нас полностью безрамочный экран. То есть, у нас здесь никакой капельки, никакой моноброви. Тут у нас выезжающая фронтальная камера. Такое вот более инновационное решение. Многим это нравится. Ну, лично мне, конечно, не очень нравится, потому как я часто пользуюсь функцией Face ID. Но если вы не пользуетесь функцией Face ID, не пользуетесь часто фронтальной камерой, то можете смело рассматривать данный вариант покупки и наслаждаться полностью безрамочным смартфоном. То есть, смартфон у нас есть NFC. Емкий аккумулятор. Хороший процессор Snapdragon 730. То есть, он себя в играх тоже будет проявлять достаточно хорошо. Никаких проблем иметь не будет. То есть, смартфон, ну, классный. Реально, хороший вариант. Тут никаких таких вот недостатков в смартфоне, по сути, у нас нет. Далее, передвигаемся немножко дальше. Тут у нас уже Realme X-Teen. Значит, вот видите, я когда делал обзор на данный аппарат, я говорил, что плохо, что не было версии на него такой вот, ну, 664, там, 464. Ну, на Алиэкспресс появилась версия 664 за 240 долларов. Хорошая цена. NFC. У нас AMOLED-экран, скамер в экране. Хорошая камера на 64 Мп, которая реально тут у нас на 64 Мп. Качество детализации улучшается. То есть, ну, смартфон тоже классный. Мне он, безусловно, очень нравится. И еще буду делать сравнение с этим смартфоном неоднократно. В общем, за 240 долларов это тоже выгодно к покупке. Данное предложение. Если брать версию 828, он будет стоить там 360. Кстати, как раз примерно такая же цена, как на старте продаж, когда его можно было по предзаказу взять там за 20 тысяч рублей. Сейчас, по-моему, 20-30 стоит. Но вот по предзаказу тут, по сути, цена там 18 или 19 тысяч рублей выходит у нас. Ну, да, выгодная к покупке. То есть, в принципе, тоже данный вариант рассматривать можно. А дальше у нас Meizu 16TH. А тут у нас 845 Snapdragon. Для тех, кто любит элегантный внешний вид, кто любит компактность, Meizu 16TH это, ну, must-have. Почему? Потому как у него, во-первых, стереозвук у этого смартфона, отличный AMOLED-экран, отличная связка камер. То есть, основная камера фотографируют очень и очень годно. С оптической стабилизацией. У него очень приятный виброотклик. То есть, вот когда пользуешься смартфоном, вибрация у него реально очень нравится мне. И вот когда пользуешься там всякими жестами, там, сбоку, находишь предложение, вот так вот, берешь смартфон, так пользуешься, и такая вибрация приятная. То есть, ну, смартфон реально классный. И звук у него классный, и эргономика хорошая, и AMOLED-экран. Ну, как бы вот не особо у него емкий аккумулятор на 3000mAh часов. Но для тех, кто не переживает по поводу того, что он должен заряжать смартфон каждый день, то, в принципе, то все в порядке. То есть, на два дня вам, конечно, вряд ли хватит, но на день смело можете брать без проблем. Для 845 Snapdragon цена в 245 долларов, а точнее 237 долларов. Это реально выгодный смартфон к покупке. Дальше идем по возрастанию. Далее у нас идет Lenovo. Тут у нас, как он, Z6 Pro. 855 Snapdragon. Значит, самая минимальная цена на 855 Snapdragon нашел. 261 доллар данный смартфон. От Lenovo, конечно, многие могут сомневаться в Lenovo. Но, в целом, в принципе, если вот вам нужен непосредственно самый такой вот топовый процессор за минимальную сумму, то этот вариант будет самым таким вот выгодным. Да, это, конечно, китайская версия. Но, друзья, на самом деле не пугайтесь, потому как китайская версия в Lenovo имеет поддержку 7 и 20 бенда. То есть, здесь у нас будет поддержка 7 и 20 бенда. Но недостатком данного смартфона является то, что у него нет NFC. То есть, тут, к сожалению, как бы NFC учитывайте, у вас работать не будет. Ну и как бы прошивка от Lenovo тоже не так часто приходит обновление, как многие хотели бы. То есть, здесь тоже по поводу софта могут возникнуть проблемы. Но, опять-таки, 855 Snapdragon за 260 долларов – это реально топчик. Следующий на очереди смартфон Mi 9T Pro. Это, по сути, тот же самый Mi 9T, только у него 855 Snapdragon. Стоимость данного смартфона будет составлять 296 долларов. Классная цена для 855 Snapdragon. Опять-таки, у него AMOLED-экран, NFC, полностью безрамочный смартфон. Что тут еще сказать? 4 тысячи мАч батарея, 664. То есть, в принципе, смартфон тоже классный. То есть, зум-объектив у него есть. В общем, ну, как вариант покупки за 296 долларов – это действительно самая минимальная цена на данный смартфон. Как видите, не знаю, я подумаю, может быть, стоит ли заказать него на обзор для 855 Snapdragon. Не знаю, подумаю. Может быть, и закажу. Так, дальше. Дальше у нас идет Xiaomi Mi 9. Это у нас флагман компании от Xiaomi. Тут смартфон больше подойдет для тех, кто любит более тонкий корпус. То есть, если 4000 батарея для вас как бы не в приоритете, можете взять вот Mi 9. Он такой вот более изящный в плане корпуса. Батарея у него на 3300 мАч. Минусы, NFC, глобальная прошивка, то есть, с поддержкой всех необходимых бендов. То есть, здесь все у нас в порядке. 315-307 долларов. Действительно, самая минимальная цена для этого смартфона. То есть, раньше, видите, там 380 он стоил. Ну, как бы хорошая цена. То есть, действительно, для тех, кто хотел купить данный смартфон, тоже рассматривать покупки его можно. Далее идет у нас Meizu 16T. Новиночка от компании Meizu. Будет стоить 315 долларов. Ну, в принципе, для тех, кто является фанатом компании Meizu, данный вариант покупки рассматривать можно. Значит, тут у нас не глобальная версия смартфона, а китайская версия смартфона, насколько я правильно понял. Но эта китайская версия поддерживает 7-й и 20-й бенд. То есть, в принципе, брать уже можно. Уже можно. То есть, видите, и 20-й, и 7-й бенд здесь у нас есть. Емкий аккумулятор на 4500 мАч. AMOLED-экран. Стильный и симметричный внешний вид. Для многих это такой вот существенный плюс. То есть, те, кто любит такие вот более эстетичные смартфоны, и Meizu является таким вот эталоном в плане эстетики. Но из недостатков я бы выделил то, что, к сожалению, смартфон у нас не имеет модуля NFC. Не знаю, почему Meizu не сделали, сюда NFC поставили. Если бы поставили, был бы реально огонь аппарат. А так, без NFC, ну, конечно, многим может не понравиться. Но, в любом случае, для 855 Snapdragon 315 долларов. В принципе, достаточно неплохая цена, как для новинки. То есть, учитывайте, что это у нас новинка только выходит на рынок. Так, дальше. Дальше у нас идут смартфоны OnePlus 7. То есть, для тех, кто любит OnePlus 7, являются фанатом этой компании, пожалуйста, 334 доллара для этого смартфона. Тут у нас 855 Snapdragon, опять-таки. AMOLED-экран, NFC. В общем, 3700 батарея. Ну, в общем, OnePlus, это OnePlus. То есть, те, кто являются фанатом данной компании, могут, безусловно, брать данный смартфон и наслаждаться этим аппаратом. Все в нем, в принципе, сбалансировано хорошо. И это действительно минимальная цена для этого смартфона. То есть, ну, тут у нас все, в принципе, и так будет хорошо. То есть, каких-то таких вот недостатков смартфон у нас, по сути, не имеет. И для версии 8256 это тоже, в принципе, достаточно неплохой ценник. Ну, и напоследок, такой вот флагман компании от OnePlus, то есть, самый последний смартфон, это OnePlus 7T. Стоимость его будет составлять 371 долларов. Ну, в принципе, вроде бы как много. Но, с другой стороны, как бы, если вот рассматривать смартфоны, которые по месту продаются, там, флагманы, субфлагманы, то цена вполне неплохая. То есть, неплохая цена, вполне классно. То есть, у него все есть. NFC, самый мощный и передовой процессор на данный момент, 855+. То есть, это у нас немножко мощнее, чем 855 Snapdragon. Тут у нас, что еще характерно, экран имеет частоту обновления 90 Гц. То есть, не 60 Гц, а 90. То есть, здесь у нас экран уже более такой вот премиальный. Три камеры, в общем, ну, HDR+. Тут видите, экран еще такой вот у нас. NFC, 30-ваттное зарядное устройство. Батарея достаточно неплохая, это 1800 мАч. Ну, в общем, тоже самая минимальная цена для данного смартфона. Ну, что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Пишите в комментариях, какой аппарат из представленных на распродаже для себя выбрали бы вы. Ставьте лайки, если вам понравилось данное видео. И если, по вашему мнению, я какой-либо аппарат упустил, то обязательно напишите в комментариях, потому как список под этим видео будет еще пополняться. Но я потихоньку буду делать обзор на Redmi 8 и 8A, потому как до 11.11 все же нужно успеть сделать обзор на эти два устройства. И если не хотите его пропустить, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok